Ямы на дорогах, проблемы транспортного сообщения и недостроем. Эти и другие темы наиболее остро обсуждались на минувшей встрече Владимира Ружицкого с жителями. Подробности в материале нашего корреспондента. Там ехать невозможно. То есть раньше, если как-то можно было зигзагами объехать ямы с минимальной потерей, сейчас этого сделать в принципе невозможно. Крик о помощи от жителей Люберец. Ямы и огромные выбоины на улице 65-летия Победы беспокоят так, что об этом молчать стало уже невозможно. Проезжая часть, по сути, дублёр Октябрьского проспекта. Однако объехать пробки по нему обходится себе дороже. Проблему точно решат, но уже летом. Об этом сообщили представители власти. На сайте на сегодняшний день полностью размещены те дороги, которые будут ремонтироваться в этом году. У нас в этом году ремонтируются дороги в две очереди. Дорога 65 лет Победы входит и в этом году будет сделано. Примерно где-то надо говорить начало июля, начало июля вот в этих числах будет начать ремонт. Ещё один наболевший вопрос – когда же завершится строительство ЖК Грин-Сити в Краскове? Обманутые дольщики предполагают, что их дома не успеют достроить к концу 2017 года. С застройщиком на сегодняшний день мы разработали договор. Он находится в стадии подписания. Я думаю, к концу этой недели мы подпишем по его обязательствам, по реконструкции котельной. Вы, наверное, знаете, там не хватает тепла. То есть вот ставим точку и двигаемся дальше. В свою очередь Владимир Ружицкий заверил жителей, что сейчас этой наболевшей проблемой занимается администрация, а также полиция и прокуратура. Мы дом достроим обязательно. Либо товарищ сам будет достраивать вместе с нами, либо он будет сидеть, и мы тоже достроим. А местного блогера Татьяну Кузнецову волнуют проблемы общественного транспорта. По её словам, представителям власти необходимо пересмотреть расписание движения автобусов на северной стороне Люберец. Мы очень долго ждём. У нас бывает там перерыв, причём самый такой, в 12, в 11, бывает перерыв час, бывает полтора. Вот, 450. Иногда бывает, что вообще не приходит автобус. И ещё, опять же, вот эта остановка автобусная на станции Люберцы, пожалуйста, пусть как-то её обозначат. На этой неделе мы совместно с автоколонной 1787 организуем комплексный выезд, пригласим вас, посмотрим, с каким графиком они справляются, сделаем выводы и, естественно, ведём порядок. Также на встрече подняли и тему строительства площадок для выгула собак. Владимир Ружицкий дал поручение своему заместителю выехать на место, чтобы встретиться с жителями и детально проработать этот вопрос. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган, телеканал ЛРТ.